Продолжаем выпуск. Стимулирование рождаемости, строительство новых социальных объектов, развитие транспортной и спортивной инфраструктуры. Это приоритеты городских властей на ближайшие годы. Сегодня реализацию планов обсуждали на расширенном аппаратном совещании в мэрии. Дмитрий Белькевич продолжит тему. Детский сад Ягодка в Кировском районе Новосибирска – яркий пример реализации нацпроекта образования. Там предусмотрено все необходимое для детей как ясельного возраста, так и ребят постарше. Это только один из десяти подобных объектов, которые сдали в эксплуатацию в мегаполисе в минувшем году. В этом году в планах построить еще 10 детских садов с яслями на 2135 мест, а также три школы на 1100. По прогнозам экспертов, через пять лет сядут за парты 50 тысяч детей, и существующих школ недостаточно. Задачу по строительству образовательных учреждений сегодня озвучили на расширенном аппаратном совещании в мэрии Новосибирска. При этом речь шла не только о новых соцобъектах, но и о ремонте старых. Сегодня в Новосибирске 15 школ требуют полной реконструкции, в двух учебный процесс остановлен. На ремонт потребуется больше миллиарда рублей. Примерно столько же необходимо на обеспечение школьников начального звена бесплатным горячим питанием. Потребуются ресурсы на приведение материально-технической базы. Если в Новосибирске, наверное, такой потребности нет, то в сельских школах где-то нам придется думать над созданием пищеблоков или других форм обеспечения питания. Ну и расходы на сами питание. Мы сегодня совместно с городом, с другими муниципалитетами просчитаем, в кратчайший срок, какая потребность нам необходима будет, потому что срок поставлен очень жесткий. С 1 сентября 2020 года эта инициатива должна быть внедрена в жизнь. Это будет обязательно сделано. В числе других приоритетов социальной политики доплата учителям за классное руководство. К слову, в сибирской столице уже реализуют такую меру поддержки. Ежемесячно учителя получают из городского бюджета по тысяче рублей. Но это далеко не полный перечень тех задач, которые городские власти намерены решать, начиная с этого года. В результате тех дискуссий, которые мы проводили в городе Новосибирске, выделены приоритеты развития города Новосибирска. Это транспортная инфраструктура и транспортная доступность, обеспечение транспортной доступности города Новосибирска. Это развитие социальных учреждений. Но прежде всего здесь это касается образовательных учреждений и средних школ, и дошкольных учреждений. Здесь мы находимся, как вы видите, в тренде. Мы определили раньше, президент просто подтвердил актуальность этих вопросов и готовность поддержать нас в этом плане. И, безусловно, это создание комфортной среды в городе Новосибирске, зеленые зоны, здесь есть национальные проекты, в которых мы участвуем, есть государственные программы, в которых мы участвуем. Свои усилия власти намерены направить также на строительство станции метро «Спортивная», ледовые арены, обновление автобусного парка, муниципальных предприятий, переселение из аварийного жилья. И в год юбилей Великой Победы не останутся без внимания те, кто ковал эту победу в тылу и на фронте. Дмитрий Белькевич, Дмитрий Злобин. Новости ОТС.